Татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уважением. Эпташ, товарищ Ильё Лдаш. Депутаты даже переходили на стихи, когда обсуждали переименование села Сиктерме Хузангаева Алькеевского района. Ранее за изменения проголосовали жители и районные депутаты. Решили убрать из названия слово Хузангаева, оставив только Сиктерме. По данному вопросу 24 ноября 2021 года было проведено собрание жителей данного населенного пункта. По итогам голосования за переименование села проголосовали все жители. Село было основано в 18 веке Чувашем. Эти молодые слова в чувашском означают колыбель. Сегодня в госсовете ряд депутатов выступали за сохранение названия села. В 2005 году было название Сиктерме Хузангаева. И мы здесь на госсовете, может быть, какие-то депутаты здесь голосовали, чтобы эта память об этом поэте и участнике войны, она осталась навсегда. Не часто ли мы меняем название? Однако большинство парламентариев были за переименование, отметив, что имя Петра Хузангая уже увековечено в названии улиц. Навязывать какое-то новое имя мы не собираемся. Мы поддерживаем мнение большинства, которые хотят узаконить название этого села. Старинное Чувашское село. И об этом действительно на уяве мы тоже много говорили. Еще один вопрос в повестке – обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутаты предложили распространить на всю страну опыт Татарстана. В нашей республике с 2018 года женщинам, проживающим на селе, выплачивают единовременные пособия за рождение детей. За первого – 50 тысяч рублей, за второго – 100. Это помогло улучшить демографию. Мы просим поддержать нашу позицию, что данную меру, реализуемую в республике Татарстан для женщин до 29 лет, необходимо исполнять без ограничения возраста для женщин. Депутаты поддержали обращение, но заметили, что для выделения федеральных средств нужно просчитать и объем финансирования. Регламент требует, чтобы любое предложение было обосновано финансово. Мы откуда знаем, сколько родится детей и будет планировать семья. То есть это невозможно считать. То есть это меры поддержки, которые мы просим, чтобы она была на федеральном уровне. То есть и в республике это была определенная сумма выделена. В какой-то год она не полностью осваивалась. В какой-то год даже больше необходим был свет. Также депутаты госсовета внесли изменения в бюджет Татарстана этого года. Доходная часть увеличена на 55 миллиардов рублей. В основном средства пойдут на инфраструктурные проекты. Депутаты интересовались, за счет чего идет рост доходов. Вы сказали, что основная часть – это все-таки нефтяная и нефтехимическая отрасль. Я просто хотел уточнить, какие объемы налога ожидаются и растет ли их в отдельный вес? Растет. Дело в том, что мы сейчас налог на прибыль вам предложили корректировать на сторону увеличения на 32,8 миллиарда рублей. Этот объем составит 123 миллиарда рублей. Из них нефтедобывающая и перерабатывающая компания составит более 50%. Как отметил министр, увеличение дефицита бюджета настораживать не должно. Мы 10,4 миллиарда бюджетный кредит взяли, оно отражается в третьем разделе, не в доходах, поэтому в расходах оно отражается, то есть оно деньгами обеспечено. Весь объем 37 миллиардов, он полностью обеспечен деньгами. Также сегодня министр экологии рассказал депутатам о реализации национального проекта «Экология». На него в этом году выделены 5 миллиардов рублей. Депутаты спрашивали о том, как идет оздоровление Волги. Что у нас с теми кораблями, баржами, катерями, которые в свое время утонули? Татарстан выбрали пилотным проектом как раз по поднятию этих затонувших судов. По решению суда 75 судов должны мы поднять, ну и соответственно сдать на утилизацию. Говорим о Волжском бассейне, оздоровлении Волги, но и малой реке, озера, которые зарастают камышом, которые сокращают свою площадь, объемы водных ресурсов. Все это должно находиться под вашим контролем. Сегодняшнее заседание стало последним в эту весеннюю сессию. Депутаты ушли на каникулы. К своей работе парламент республики вернется только в сентябре. Дмитрий Аринин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.